Генеральный партнер информационного канала «Город» Фабрика индивидуальной мебели «Верум» Проект компании «Вятка найди» Шикарная мебель любой сложности Детские, гостиные, спальни Фабрика индивидуальной мебели «Верум» Проект компании «Вятка найди» Лепсия 12 10 лет в колонии строгого режима и полмиллиона штрафа Сегодня в Ленинском суде огласили приговор по очень громкому уголовному делу Перед судом предстал наркоповар из Украины Который готовил смертельный спайс Массовое отравление этим наркотиком в 2014-м Стало настоящей бомбой для сравнительно спокойного в этом отношении Кирова За несколько дней от курительного яда пострадали 400 человек 5 погибли Но даже спустя 2 года специалисты не решаются сказать, что проблема решена Ксения Зиновьева продолжит Судебный процесс над Денисом Нода рассматривали в особом порядке 26-летний наркоповар из Украины признал свою вину и заключил досудебное соглашение Рассказал, кто его послал в Киров готовить наркотические закладки Как он из Москвы привез пакет с китайским реагентом И как работала его огромная лаборатория в одной из съемных квартир Все, задержание пошло Внимание, приготовились Все Пошли, 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 пошли Нода распространял наркотик в Кирове с 2013 года А осенью 2014-го из Москвы он привез новый реагент Если бы не началась волна смертельных случаев в Кирове Возможно, его лаборатория процветала бы и дальше Кстати, один из организаторов группировки, который руководил всем процессом здесь, в Кирове Сейчас находится в Украине И, скорее всего, на свободе По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Окончательно назначенного дядя Дениса Сергеевича К отбытию наказания в виде 10 лет лишения свободы С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима Со штрафом в размере 500 тысяч рублей За судебным процессом и приговором над наркодилером Иван следит уже полтора года В 2014-м из-за спайса умер его лучший друг Александр Парень-то хороший, умный, ну и добрый, главное Александр, по словам друга, не увлекался спайсами серьезно И также их воспринимал Там двое человек, и у них-то было все в порядке Ну, они все это вместе, ну, откурили И вот он вот умер, а они нет Никто из родных, те, кто знал Сашу лично, не мог поверить, что он погиб от наркотиков Хороший, веселый парень, молодой инженер, мамина гордость Когда мы Сашу хоронили, мы приехали в церковь, ну, чтобы его отпеть Но там мы отказались все это делать, так как, ну, вот все эти смерти Ну, а это, как там, суицид признается суицидом в церкви Вот это, и то есть его отказались даже отпевать В наркологическом диспансере в тяжелом состоянии сейчас в месяц поступает не больше трех человек Тогда, осенью 2014-го, за неделю откачали шестерых Некоторые позже сюда и вернулись Повторные госпитализации, конечно, были, потому что любое наркотическое, ну, психоактивное вещество, оно приводит к зависимости То есть человек, однажды употребив, он вспоминает это ощущение И велика вероятность повтора употребления этого психоактивного вещества Катерина в наркодиспансере два дня, ей 19 лет Синтетические наркотики начала принимать несколько месяцев назад Предложил попробовать ее молодой человек Говорит, как стала зависимой, не заметила Одно я твое говорит, что это плохо, а другое говорит, ну, тебе же без этого будет тоже плохо Вы знаете, как пересесть на Запорожье с Ламборджини То есть, ну, ощущение тебя уже не то в жизни И к этому надо привыкать, то есть привыкать к обычному течению твоей жизни, это довольно сложно Пока Катерина решила ехать дальше на своем Запорожце И после лечения начать новую жизнь А в конце интервью сказала, что ни о чем, что с ней произошло, не жалеет Самое ужасное, что когда вот это плохо случилось Но результат был какой? Нашли, спасли, выпустили в мир У ребенка, подростка, особенно с патологией все-таки поведения и характера Формируется либо пан, либо пропал Это такая некая бравада, псевдобравада перед собой Ну, не найдут, так умру А если найдут, так все равно откачают Не откачали осенью 2014-го официальный пятерых Почти 400 человек обратились за медицинской помощью О реальных цифрах пострадавших от спайсов можно только догадываться Говорят, что некоторые хотели избежать скандала и похоронить своих близких без ярлыка наркоман Сейчас ситуация со спайсами, по данным из неофициальных источников, ничем не лучше, чем полтора года назад Как говорят специалисты, методы борьбы и работы с наркозависимыми давно пора менять Флэшмобы, акции с шариками и раздачи шоколадок не имеют нужного эффекта Надо работать с теми ребятами, которые уже употребили наркотик и знают, что это такое Надо комплексно работать Они действительно попали на удочку и уже самостоятельно не могут отказаться Не повлияют на них ни шары, ни шоколадки, а только непосредственно лечение Распространитель крупной партии наркотиков задержан Регулярно службы отчитываются об изъятии целых партий наркотиков и закрытии притонов Но жертв от спайсов в Кирве меньше не остановится Несколько дней назад на этом месте в автомобиле был найден молодой мужчина, мертвым В его машине нашли пакетики со свесью Предположительно, за рулем автомобиля он умер от передозировки Признаки-то подает пикеты, есть пульс-то однощупывается, нет? Сначала очевидцы думали, что водитель уснул Но позже врачи поняли, что молодой человек мертв Вместе с пакетиком вещества в салоне нашли самодельное курительное устройство Сейчас назначена экспертиза Парню было всего 29 лет Ксения Зиноева, Иван Деров, информационный канал «Город» Ксения Зиноева, Иван Деров, информационный канал «Город»